На этом видео мы переведем с вами еще один стих из книги Мишлей. На сегодня я выбрал 11 главу, 27 стих. Стиль этого стиха похож на многие стихи в книге Мишлей, где говорится про две противоположности. Первая половина – это ситуация хорошая, а вторая половина стиха – обратная ситуация. Шохер-тов. Слово шохер можно переводить из корня шахар – утро, или из корня что-то искать. И, возможно, эти корни как-то связаны. Утром же люди обычно начинают свою активность, ночью в старые времена спали, не было фонарей на улицах. В основном люди сидели дома, и когда человек что-то хотел добиться, он шел поутру, встав пораньше. Не зря такие пословицы есть и в русском языке, да, кто рано встает. Шел с утра пораньше заниматься делами. И именно утром слово ведь бокер на святом языке связано также с либаке, что-то различать. Когда уже можно различать, можно пойти, заняться активностью. Поэтому хиштадлут, разные старания, да, если шохер даже происходит здесь от слова «искать что-то», это может быть связано именно поутру, ищущий поутру, как мы еще увидим в комментариях Вилинского гавона. Но, во всяком случае, тот и другой пшат приводится в комментариях здесь Ибанезре. Я уже говорил, что Ибанезрак Мишлей, скорее всего, это не Ибанезрак, а какой-то другой мудрец. Но вот то, что у нас напечатано в микроэргдалот от имени Ибанезры, он приводит этот вариант. В других местах тоже, кстати, в Техелим, есть случаи, когда корень шахар по разным комментаторам может значить или от слова «утро», или от слова «что-то искать». Кстати, этот корень еще появляется в книге Мишлей, и там это точно в контексте поиска. Значит, шохер тоф, тот, кто ищет, или поутру ищет хорошее, Ивакеш-рацион, он в результате будет искать, будет добиваться, да, будет пытаться найти рацион, желание, чтобы было все хорошо. Вполне возможно, имеется в виду желание Всевышнего, что Всевышний ему ответит положительно на его поиски. А вот обратное, то есть Ведуреш-раа, тот, кто ищет плохое, Твену, ему это и придет. То есть на него же его плохое и придет, то, что он искал плохое, на него же и обратится. Как аукнется, так и откликнется, да? Интересно, что, если вы когда-нибудь слышали такое выражение, Медраж Шохартов, о чем вы думаете, речь идет. Это Медраж Техелим, один из Медрашей наших мудрецов. Это Медраж ко всей книге Псалмов, книге Техелим. И он начинается, вы помните, наверное, первый Псалом говорит о человеке, который не должен иметь общество, не иметь общего ничего со злодеями, не ходить в их компании, не ходить за их советами и так далее. Так вот, там Медраж Техелим начинается с этого стиха Шохартов и Вакеш Рацон. Поэтому многие решением называют этот Медраж Шохартов. Если вы увидите выражение, Медраж Шохартов имеется в виду Медраж Техелим. Так вот, простой смысл, конечно, понятен. Человек, который ищет хорошее, добьется в результате хорошего, или добьется от Всевышнего расположения, рацион. А тот, кто ищет плохое, на все смотрит плохим глазом, желает зла другим, ему же это зло на него же назад и вернется. Таких стихов есть много. Идеи. Медак и негед медак. Рабино Йоно в своих комментариях считает, что речь идет о молящемся. То есть, в первом случае, это человек, который молится за другого, ищет ему хорошее, и Всевышний ответит на его молитвы в положительном смысле. А во втором случае, наоборот, желающий другому плохое, да, человек, который проклинает своего врага и надеется, что Всевышний его накажет, и злорадствует, так ему же это и обернется, на него же это и вернется. Такое есть и в других местах. Сефир Тагилин, да, что человек, который проклинает другого зря, он в результате, ему же и придет это проклятие. Ло того, да, есть там такая идея. Ло и ло. Ламед Аллах значит не придет, а ламед Вах значит ему же и придет. То есть, тот, кто про другого молится, чтобы ему было плохо, ему же это проклятие и придет. Тому, кто молился. Есть немало мест в Торе и в Танахе вообще, где написано ламед Аллах, а читается как ламед Вах. Кстати, в следующей недельной главе в Шмини будет такой пример. И обычно есть медраж какой-то, который объясняет причину, или, в основном, через попытки объяснить причину. Не всегда это очевидно. В случае следующей недельной главы Шмини, там говорится, что ло кираем, нет у него вот этих специальных голеней у этого кузнечика, которым он прыгает. Но читается ло, и у него кираем, наоборот, есть эти голени. Так есть или нету? Хазаи Гаш, даже если сейчас нету, но потом будут, видимо, если они постепенно, в течение развития кузнечика, они постепенно развиваются, и с ними уже можно прыгать в какой-то момент его жизни, то кузнечик разрешен с самого начала, даже когда сейчас нету. То есть написано как ламет алев, читается как ламет вавы, и в каком-то смысле есть и нету. Сейчас нету, но будет. Также они, в дальнейшем случае города, который окружен стеной, написано лохома, нету стены, в конце книги вы икра. А читается лохома, у него есть стена. Опять же, лучше, что если сейчас нету, но была. Кстати, похоже немного на законы Пурима, да, что в тех местах, где сейчас нету стены, но была стена в этом городе, тоже законы относятся как к городу окруженному стеной. В всяком случае, вот здесь тоже ло того, так вот учится в каком-то смысле, не придет проклятие тому, кого проклинали, зато придет ло, ему же того, тому, кто проклинал, придет на проклятие. Так вот, в нашем стихе Вильнинский Гаун считает, он несколько интересных комментариев здесь написал, я переведу их. Во-первых, говорит, что если человек бежит, родеф, да, старается, и рано встает утром, чтобы сделать хорошее другим людям, да, видите, он как бы скомбинировал оба шата, слово шаха, и рано, и старание, да, искать что-то, и он еще это объяснит позже. Вот, то тогда, соответственно, ему тоже придет биркаттов, хорошее благословение за это. А вот дореша, тот, кто ищет зло другому, хочет сделать плохое другим, это же и на него назад и придет. Имеется в виду, что если человек делает митцвы Всевышнего, это тоже включается просто митцвы, не только что-то сделать добро другому, то тогда есть за это автоматически награда, да, автоматически Всевышний ему, да, он получит рацион от Всевышнего и Всевышний ему компенсирует. А если, соответственно, человек ищет плохое, то есть не делает митцвы, а делает, наоборот, грехи, то это его и захватит. То есть, видимо, он подсказывает идею, что награда за митцвы и наказание за грехи, она в каком-то смысле автоматическая уже, что Всевышний так создал мир, что сама митцва приводит к хорошему автоматически, а сам грех приводит к тому, что будет за это наказание, если не в этом мире, то в будущем. И дальше он пишет очень интересную вещь, что насчет Тов, говорит, используется слово Евакеш, нужно именно искать, именно стараться добиться, не говорит, что автоматически придет хорошее, все равно нужно стараться. А вот, говорит, в отношении Ра, плохого, оно само приходит, Тавона, Тавена, да, само придет. Потому что, говорит, это очень известные слова Граев, очень много цитируют, что, говорит, кедуша, святая, святость, ее нужно очень тяжело работать, чтобы добиться, да, чтобы дух святости на тебя лег, нужно очень много стараться, это не автоматически. А вот, чтобы на тебя нечистый дух пришел, Хасвиша, он, да, чтобы плохое пришло, это стараться не нужно, достаточно согрешить, и человек сразу станет нечистым. И тут много стараний не нужно, оно приходит сразу. В другом месте Граев пишет, что в этом основное различие между колдовством и методами Сефирио Циры, так сказать, методами чудес, которые использовали пророки или очень святые люди, что чудеса, чтобы сделать, там кедушу получить очень трудно. Но когда она уже пришла, когда на человеке присутствие Всевышнего, то потом чудеса делать легко. А вот с Тумой, с нечистотой, как раз обратное, получить нечистоту запросто. А вот добиться, чтобы она что-то сделала, там Кишуф нужно было очень сложной, очень сложной манипуляцией, потому что она так легко не слушается, да, чтобы получить от нечистоты какие-то чудеса, да, чтобы что-то наколдовать, нужно было очень сильно стараться, это было непросто, потому что получить Рох Тума легко, а вот добиться что-то от него, всякие там заклинания, которые они делали и колдовали, это все очень непросто. И еще говорит, что почему используется, опять же, слово шохер, как мы сказали, оно включает утро именно. Потому что, говорит, чтобы искать хорошее, нужно пораньше встать, рано утром. А вот когда плохое ищут, обычно ему нужны его дружки, которые поздно спят, как он говорит, да? Если человек думает, как сделать плохое, и пытается найти других, таких же, как он, кто с ним в компании будут, то утром он это не может, потому что в это время все спят. Или, может, иметь в виду сам злодей, который сам, чтобы сделать плохое, он обычно долго спит, да? Злодеи обычно рано не встают, поэтому он только, когда уже выспался, занимается своими злодеяниями до поздней ночи. И, наконец, на последок, я хочу вам рассказать одну мишну. Это самая последняя мишна трактата Пеа. Пеа, конечно, занимается подарками бедным, основными тремя подарками, которые давали бедным, Пеа, Лекет и Шикха. Это трактат, которому нету бавилонского тамуда, есть только русалинский. И вот последняя мишна там обсуждает как раз людей, которые получают по заслугам, так сказать. И вот цитирует наш стих из Мишлей. А именно говорится, что если человек, скажем, не слепой, не хромой, и делает себя слепым и хромым, то есть делает вид, что он слепой или хромой, чтобы собирать деньги, да, надел себя как паниковские, да, темные очки и идет и говорит, подайте слепому билосты. Вот, то, говорит, кончат он делать тем, что он сам же получит это. Закончит слепым. Как сказано, ищущий зло, на него же это зло и придет. И, конечно, можно было бы спросить, разве это так действительно, что все люди, которые делают зло, всегда получают наказание в этом мире? Ответ, конечно, нет. Есть исключения, по разным причинам. Всевышнего управления очень сложно, даже Муше, как говорит Талмуд, не мог полностью понять. Да, он как бы сзади увидел, только примерно. Есть мнение, что даже Муше не мог понять управление Всевышнего полностью. Есть много причин, почему Всевышний может какому-то человеку дать хорошую длинную жизнь в этом мире, несмотря на его множество и множество грехов. Иногда потому, что это человек, какие-то заслуги, о которых мы не знаем, иногда из него может выйти потомство, которое нужно для управления Всевышнего. Иногда это как реклама именно Ецархара, такое Равидес предлагает, что есть люди, которые реклама Ецархара, что вот, можно делать все плохое, и при этом жить вроде не плохо. И, наконец, самое главное, что согласно каббалистам из концепции Гилгуля мы просто не знаем, кто что успел принаделать в других жизнях, и что будет с этим же человеком в других жизнях позже. Поэтому может вполне быть, что человек, который, допустим, прикидывался слепым и собирал деньги, и, получается, обкрадывал людей фактически, он же обманывает людей, и те деньги, которые ему дают, это своего рода воровство, он берет деньги, которые ему дают по неправильным причинам, думая, что он слепой и не сможет заработать на жизнь. В старой у нас очень трудно было слепому заработать на жизнь, сегодня есть возможности и слепому, и есть работы определенные. Но, во всяком случае, люди дают ему при условии, что он слепой, а оказывается, что он не слепой. Значит, он вор, постоянный вор, обманывает людей. Так, может быть, в этой жизни даже он не станет слепым, но вполне возможно, что в другой жизни он будет слепым. Кто знает, как именно в управлении Всевышнего очень сложно, это мы знаем. Поэтому не все слова подобные, а у наших мудрецов очень много есть подобных слов, когда они что-то обещают, награду за такие-то митвы, наказание за такие-то грехи, не все это нужно принимать, что буквально вот в этой жизни и обязательно с этим человеком это произойдет. Но, во всяком случае, в общем, итог будет подведен. Всевышний праведный судья, и все правильно будет судить. Как, кстати, и продолжает эту мишну, и продолжает насчет судьи, который берет взятку, говорит, тоже в результате исполнится, что он ослепнет к концу жизни. Шохадин, говорится, взятка, она ослеплячая, как, опять же, а сколько и судей, которые брали взятки, не ослепли? Ответ такой же, как и на предыдущий вопрос, что многие из награды наказаний, которые описаны в Торе, тем более в словах наших мудрецов, могут произойти не обязательно, что в этом мире, не обязательно, что в этой жизни, и могут быть множество, и может быть множество, и множество исключений. Если вам нравится это видео, жмите лайк.